Вот смотрите, почему я решила делать видео обзоры вот такие вот, именно с переводом. Поэтому у меня растягивается видео на долгое время. Потому что когда я рассказываю вот такие вот вещи, которые вот и сейчас показываю, да, люди мне пишут в ответ, бред сивой кобылы. Ты там фантазируешь от нечего делать или, я не знаю, или наоборот, тебе там не дают работать, или у тебя забрали ребёнка, или ты сама такая. Поэтому ты сочиняешь, фантазируешь, ну и так далее. Поэтому вот я решила делать вот подобные видео обзоры. Но я не знаю, если вы не верите новостям, норвежским газетам, тогда я не знаю, как ещё можно донести до вас вот эту вот информацию. Нура, в шести лет забрана служба социального обеспечения, потому что имела слишком мало игрушек. Вот настоящий бред сивы кобылы. Когда читаешь вот такие вот вещи, естественно, это в голове не укладывается. Перевод. Пятница, 7 сентября. Без предупреждения, четыре сотрудника полиции и два представителя, так, барноверны, короче, находятся у двери. У них есть решение, решение, которое перевернёт с ног на голову всю семейную жизнь. Шесть человек пришли для того, чтобы забрать одну шестилетнюю нору. Какая причина? Посмотрите, как опасно детей в Норвегии отдавать в детские сады. Причиной такой оценки должно было стать то, что дети в детском саду, внутренне, между собой, соревновались с том, у кого больше игрушек. Когда выяснилось, что у норы было всего 38 игрушек, в службу охраны детства было отправлено сообщение с беспокойством. Во-первых, я как-то очень сомневаюсь, что даже вот на выпуске, вот пусть восьмилетние даже, нет, с шести уже в школу идут, да, вот шестилетние дети знают, подсчитывают, сколько у них игрушек было в доме. Это во-первых, да. Ну и во-вторых, какая же норма-то, да, должна быть? Вот здесь вот написано. В решении, так, служба охраны детства сосредоточилась на одной конкретной проблеме. У норы слишком мало игрушек. Служба охраны детства считает, что ребенку от шести лет должно быть не менее сорока игрушек. У норы всего 38. 38. Я сразу же позвонила после этой статьи, я сразу же позвонила своей невестке и сказала, срочно пересчитай игрушек, чтобы у нас было более сорока игрушек. Я специально вот не говорю то, что, своими словами вот этот переводчик, потому что он настолько бред, сивый кобылый, что я просто должна вам переводить каждый абзац, вот чтобы вы это видели. Обычно мы не комментируем отдельные случаи с обязанностями соблюдать конфиденциальность. Но в целом мы можем сказать, что родители, которые не отвечают требованиям для стимулирующего воспитания ребенка, не в состоянии обеспечить достаточные пределы, то есть достаточно хорошее воспитание, говорит менеджер по социальному обеспечению детей Марианна Куллерут для газеты ВГ. Мать говорит, наша семья разрушена тем, что произошло. Служба защиты детей приехала, чтобы забрать НУРу с полицией, и мы снова остались беспомощными. Мы безопасная, стабильная семья, где оба родители здоровы, живы и здоровы. А у НУРы есть комната, полная игрушек. Как они могут сделать это с нами, спрашивает мать. Журналисты спрашивают. На вопрос журналиста о том, как служба охраны детства может подумать, что двумя игрушками хранится, пренебрегает сотрудник по охране детства Калерун, решает прекратить беседу. Все очень просто. И дальше комментарии. Ну, Руны Фордал это, во-первых, конечно же, так как он и ведет, и занимается этой проблемой в Норвегии. Если бы это были мои дети, то я бы позаботился о том, чтобы детскому саду не было разрешено продолжать свое нацистское поведение. Не должно быть такого, чтобы люди сидели с детьми, если у них не было умственных способностей. Но смысл понятен, да? То есть, если в Барнаверн, в детском саду сочли это необходимым сообщить службу Барнаверн, как беспокоящийся о том, что вот это нанесет вред ребенку, ну а в Барнаверн такие же люди с интеллектом решили забрать ребенка именно по этой причине, ну что-то можно еще сказать. Да, вот. И вот, то есть, то, что я вам и говорила. Вот, знаешь, плохие родители, у них забирают хороших детей, отдают в приемную семью, которая готова принять ребенка и использовать его в качестве секс-игрушки и промывания мозгов. Это случается довольно часто, если вы будете смотреть статистику. А приемные родители зарабатывают много денег. Ребенок, дети получают жесткий опыт, с которым они никогда не сталкиваются. Позор вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова